3, 9, 6. Система дорожных пристав стоит около полумиллиона рублей. Ангарские госслужащие пользуются ей с декабря прошлого года. Новинкой дали воспользоваться в Иркутском ведомстве. Оказалось, что это настоящая находка для нашего города. За несколько сотен метров от поста ДПС стоит неприметный отечественный соболь со специальной камерой. Она за три секунды фиксирует номер машины, сохраняет фото в память компьютера и определяет, значится штраф за водителем или нет. Такая система очень эффективна, потому что многие не знают о своей задолженности и с удовольствием оплачивают ее на месте. Притом останавливают машины, которые являются задолжниками. Штрафники, как правило, тянут до последнего. Причин много. Задерживают зарплату, много дел, не знали о долге, решили отложить до следующего месяца или вообще не хотят платить. Вот 5500. За 500 рублей за свой телефон выкупите. 5 в основную сумму долга пойдет. Телефон у вас остается, не пугайтесь. Называется, да, самореализация. То есть, если раньше имущество... То есть, 5 тысяч это пошло за... Счет погашения, да. Да, и за 500 рублей за телефон, можно сказать. У вас арестовывается телефон, если раньше он передавался на реализацию, в организацию, с которой был заключен договор, и денежные средства после реализации перечислялись в счет погашения задолженности, то сейчас, в связи с изменениями в законе, самореализация, то есть вы имеете право самостоятельно реализовать. Сотрудники ГИБДД и ФССП три дня патрулировали самые оживленные магистрали города. По статистике, каждый пятый из тех, кого остановили – должник. За три дня рейда взыскали 680 тысяч рублей, составили 8 актов описи ареста имущества, проверили около 200 автомобилей. Многие оплатили штраф на месте. В основном, значит, за просроченные штрафы будут взыматься на месте, это у судебных приставов имеют они такие полномочия. Сотрудниками же полиции будут составляться протоколы по статье 20.25 Кодекс административных правонарушений. Судебные приставы говорят, что февральские дни уже не такие рыбные по сбору долгов. В новогодние праздники за подобный рейд удалось собрать больше миллиона рублей. Видимо, сейчас у людей действительно денег нет. Яна Попова, Алексей Кусюмов, Местное время.